Цена за год, если брать за целый год, снизилась в среднем на 15%. Количество жилья превышает предложение примерно в разы. По нашим данным продается одна из 23 выставленных квартир, что и тянуло цену вниз. Почему я говорю, что ситуация благоприятна? Выбор для потенциальных покупателей, для семей, которые находятся в обмене, увеличивают, например, свою квартиру, на самом деле достаточно благоприятно. Цена снизилась, выбор огромен, ипотека доступна. Слава Богу, банки снизились, снизилась ключевая ставка, снизился процент. И это привело к тому, что это достаточно благоприятная ситуация. На востройках квартиры однокомнатные сейчас, я опять же цифры такие средние назову, возможно приобрести от полутора миллионов, я полноценно имею в виду квартиру, до миллиона восемьсот достаточно большой выбор. На вторичном рынке цены разные. Ну, например, если брать однокомнатную хрущевку на Красрабе, то возможно выбрать от миллиона шестьсот до миллиона восемьсот. То есть до кризиса это было до двух миллионов рублей. Идет снижение показателей по регистрационной деятельности. И как по поступившим документам, так и по зарегистрированным правам, сделкам, ограничениям. Но при этом мы наблюдаем отдельный рост, притом он значительный. Безусловно, растет в данный момент эта регистрация прав под горам приватизации, поскольку она заканчивается, осталось буквально чуть-чуть, да, в очередной раз, ну, как обещают, больше не продлят. Соответственно, прошлый год весь был, каждый квартал мы наблюдали, что наблюдается именно рост в этой части. При этом, если раньше мы говорили о том, что люди стали чаще покупать квартиры, то этот год существенное снижение практически на 20-30% снижения по приобретению жилья, и особенно за счет заемных средств. Падение процентов 20, будет ли оно продолжаться? Есть ощущение, что вблизи, в ближайшее время ничего особо хорошего в плане спроса на рынке ожидать не стоит. Наверное, и падение дальнейшего тоже особо никто не ждет. Вот в этом состоянии, когда динамика сделок просила, пожалуй, процентов на 40, вот на рынке первичного, вторичного, в общем и целом, как бы процентов на 40 упал объем сделок. Некоторые говорят в два раза в этом году. Судя по всему, такая ситуация сохранится, и, по крайней мере, в первом полугодии ближайшего года к гадалке не ходи. Будет ли это, приведет ли это к дальнейшему падению цен? Такая вероятность есть, но, скорее всего, в пределах там нескольких процентов в средней статистике. Если говорить по аренде, то мы имеем, скорее, некий закономерный итог процессов, которые шли последние даже, я бы сказал, 10 лет. Когда люди инвестировали в недвижимость с целью сохранить свои средства, квартир, которые люди брали не для того, чтобы жить, достаточно много. Есть целые районы, микрорайоны, где эти квартиры компактно сосредоточены. А что с той квартирой делать, которая там для детей, или там на черный день, или на старость? Сдавать в аренду. В этом смысле рынок на аренду, он предложением насыщен достаточно сильно. Правда, это предложение неравномерно. В центре до сих пор, например, не так просто снять приличную квартиру по разумной цене. В таких районах, как Солнечный или Белый Рост, создается так много жилья, что ценник на аренду упал.